А в нашей студии главный рыбак страны Андрей Мазлин. Добрый вечер. И с ним мы будем сейчас ловить уже более крупную рыбу. Андрей Мазлин с 2004 года возглавляет профессиональную ассоциацию рыболовов Исрафиш, которая известна не только в Израиле, но и за рубежом. Участник и организатор многочисленных соревнований по спортивной рыбалке. Андрей, куда в нашей стране не рекомендуют ходить на рыбалку? Несколько мест я бы назвал. Ну, во-первых, заповедники. Это такие заповедники, как Дан или Баниас, или район Роша-Некра, например. Туда просто нельзя или запрещено там ловить рыбу? Там запрещено ловить рыбу, и могут быть крупные штрафы и неприятности. Также я бы не рекомендовал ехать в такие места, как Кишун или Яркон, которые просто загрязнены очень сильно, и рыба там, ну, как у нас говорят, для тещи ловить можно. Ну, это известный случай, когда рыба, выловленная в Кишоне и поданная в одном из ресторанов, была отравлена, и было всем нехорошо после этого. Ну, это совершенно нормальное явление, я бы сказал, для той рыбы, которую там ловят. Потому что вода очень сильно загрязнена, и рыба, естественно, все это кушает. Если мы ее кушаем, то мы получаем все те же самые тяжелые металлы, что есть в этой воде. О том, как избежать подобных ситуаций, сразу после рекламы. О рыбалке мы говорим с руководителем профессиональной ассоциации рыболовов Израиля Андреем Мазлиным. Скажите, пожалуйста, у нас жара, июнь, вообще лето, это, наверное, не самое лучшее время для рыбалки. Рыба ищет где поглубже? Не совсем так. А как? Рыба, в общем-то, все равно, по большому счету. Просто, что человеку очень некомфортно ловить рыбу летом. Поэтому летом ловят рыбу, скажем так, экстремалы, которые могут высидеть в 40-градусную жиру несколько суток. Это фанатом надо быть. Да, это надо быть реально фанатом, тем более в такую жиру и пить не очень легко. То есть наливай да пей, это верное утверждение? Ну, нет, это не всегда так. Иногда это даже очень не вредно, то есть не полезно. Но летом это уж точно. А где лучше река, берег, море, озеро? И кого, собственно, ловят? Зависит, наверное, от того, что вы любите ловить. Если вы любите ловить морскую рыбу, то берег моря. Если пресноводную, то, скорее всего, это кинерет. Все-таки он большой, хватает его на всех. И место найти достаточно легко на любой вкус. И с душем, и с туалетом, или просто дикий в кустах. Как кому нравится. А что касается браконьеров? Чем они, куда они ездят, где они берут замечательную рыбу? К сожалению, они ездят везде и ничем не брезгуют. И на море, и на кинерете. Хуже всего, когда они, например, травят рыбу такими вещами, как экономика, хлором. И рыба после этого всплывает, и потом ее просто собирают с воды и продают. И люди питаются этой рыбой, и понятно, что ничего хорошего с этого не получается. А что, это никто не контролирует? Потому что часто рыболовы, в общем-то, и продают в рестораны, и в магазины. Рыбу, которую ловит, это лотерея, получается? То есть никогда не знаешь, что тебе подадут на стол? Где-то лотерея, потому что все-таки рыба, которая выловлена рыбаками не в рыбразводниках, она часто поступает напрямую от рыбака прямо в ресторан, минуя ветконтроль, естественно. И бывает, что попадает рыба некачественная. А что касается женщин на рыбалке? Для женщин готовы научить только ожидание мужа домой с уловом? Или есть и для нас укромное местечко на берегу? Это неправильно, потому что очень много женщин увлекается рыбалкой. И у нас тоже на нашем форуме много зарегистрировано женщин, которые ловят рыбу. И, например, Международная ассоциация спортивной рыбалки, у нее есть даже такая дисциплина, как чемпионат рыбалки женщины, категория женщины, да. То есть есть отдельная номинация для женщин? Отдельная номинация, есть номинация подростки, инвалиды, но также отдельно выделена женщины, ледис. Так что там тоже есть свои чемпионки. И очень много смешанных пар, когда муж с женой увлекаются рыбалкой вместе. То есть все в дом, все в одну корзину, все в дом. Нет, у нас спортивная рыбалка, рыбу мы отпускаем. Ага, в принципе поймал, отпусти. Поэтому больше чисто ради удовольствия, вместе побыть на берегу, поймать рыбу, поцеловать, сфотографировать и отпустить. Андрей, скажите, пожалуйста, вот наши рыболовы вообще за рубежом известны? Да. Наши рыболовы клуба «Исрафиш» известны практически по всему миру. По крайней мере, то, что связано с карповой рыбалкой, это основной вид, которым мы занимаемся. В прошлом году впервые в истории страны Израиль мы участвовали в чемпионате мира. И в этом году, в октябре, мы снова туда собираемся. Уже с большой компанией поддержки, не только сборной, но и сопровождающей, которые будут помогать. То есть наш флаг поднимается, и это приятно? Да, но вот в прошлом году получился некоторый казус, потому что итальянская принимающая сторона почему-то перепутала мелодии, и вместо гимна Израиля запустила Иерушалайм. Шельзаав. Вот. Но мы бы это дело проглотили. Но дело в том, что они также перепутали гимн Англии, а англичане не стерпели. Они подали протест, и организаторы были вынуждены переиграть гимны. И тогда уже наш гимн. Ну, значит, и нас тоже. Уже отпустили. А какую рыбу вы сами, самую крупную рыбу, которую вы сами поймали? Самую крупную, 16,5 килограмм, я поймал в Румынии, на озере Радута. На моем втором месте. Появил рыболову на слово. Есть факты. Спасибо вам большое, Андрей Мазлин. Я знаю, что традиция не позволяет желать хорошего клюва. А что желают рыбакам? Рыбакам желают ни хвоста, ни чешуи. Ну, тогда ни хвоста, ни чешуи вам. Спасибо еще раз. А вас, дорогие зрители, мы приглашаем стать участниками программы «Советники». На ваших экранах сейчас адрес нашей электронной почты. Присылайте нам рассказы о своих проблемах, успехах и радостях. Наша программа в эфире ежедневно. И вот о чем поговорим завтра. Они заплатили за квартиру, но остались и без денег, и без жилья. Мы сразу же подписали договор. 980 тысяч за четырехкомнатную квартиру. Мы не можем понять, что происходит. Мы знаем, что подрядчик в других городах не только получил разрешение, а уже закончил строительство объектов. Долгострой по-израильски. Завтра в программе «Советник». Вновь увидимся завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова